Всем привет ребятки, с вами как всегда Алплей и добро пожаловать на мой канал, мы с вами продолжим сегодня играть в мобильные игрушки, у нас очередная крутейшая подворочка, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Начинаем играть по порядку с игрушки Super Hero Bridget Race 3D. Мы с вами в данной игрушке прошли уже 13 уровней и следующий уровень у нас будет 14, ну что же погнали. Нам нужно будет сейчас подбирать какой-нибудь атрибутик любого супергероя и потом нам нужно будет, ребятки, пройти по какой-нибудь дорожке. Это может быть, ну пока что две дорожки, верхняя и нижняя, с правой стороны проходят те герои, которые разбивают блоки, с левой стороны проходят те герои, которые лазят. Ну вот тут у нас пока что Халк и получается Человек-Пантера. Мы с вами должны проходить по нижней дорожке, так как играем за Халкой и нам нужно будет разбить как можно больше вот этих вот плит. Сейчас, возможно, ребятки, мы с вами прям первую локацию пройдем, надеюсь у меня хватит. О, отлично, ребятки, нет, не хватило, одну стену мы с вами все-таки не пробили. Нам нужно будет сейчас еще взять несколько атрибутиков нашего Халка, ну и желательно не врезаться ни у кого, чтобы они нас не сбивали. Ну и, конечно же, пройти уже по той дорожке, которая позволит нам отсюда выйти. Итак, ребятки, смотрим, Халк тут, в принципе, соседний, нам помог разбить вот эту вот дорожку. Ну и мы с вами очутились во второй локации, тут уже играют два человечка. В принципе, начинали играть четверо человек, ну и здесь вот пока что перешли во вторую локацию два, я и мой противник. Давайте мы с вами опять выберем вот эту вот вторую дорожечку, для того, чтобы пройти по ней Тору. Тут вот у нас водичка с правой стороны, скорее всего, этого дорожка предназначена для Аквамена. Ну а так как мы с вами играем за Тора, нам нужно разрушать стены, поэтому мы с вами должны будем пройти как раз-таки по вот этой вот дорожке, по левой. Итак, я набрал еще пять атрибутиков Тора, и сейчас мы с вами должны уже до конца добить эту стену, и переходим дальше. Ну а тут нужно выбрать другого супергероя, к примеру, я выбрал уже, у нас получается Доктор Стрэндж, и тут у нас уже, видите, три площадочки, три локации, левая, посрединке и справа. С правой стороны нам, наверное, нужно было бы играть за Бэтмена, с левой стороны за Аквамена, ну а посрединке мы с вами как раз-таки выбрали нашего Доктора Стрэнджа, здесь нужно летать. Ну и я сюда вот, ребятки, получается, прохожу. Тут осталось еще две дорожечки, которые нужно будет убрать, поэтому сейчас я постараюсь побырику набрать немножко еще этих вот атрибутиков. Нам нужно буквально совсем чуточку, и вот, пожалуйста, мы должны будем по этой дорожке добраться уже до Тануса. Тануса, это вражеский босс, и нам нужно будет закликать этого Тануса. Кликаем, кликаем быстренько по экранчику, и наш Доктор Стрэндж отправляет этого Тануса на небо за звездочкой, мы с вами победили. Первый уровень прошли, и довольно-таки быстро справились с нашими задачами. Двигаемся дальше, следующий уровень, тут у нас уже три человека вместе со мной играет, и нам нужно тоже постараться пройти по какой-то дорожке быстрее всех. Ну, тут у нас есть либо Тор, за которого я играю, есть у нас тут Супермен, и есть у нас тут, ребята, кто? А, Тор и Супермен, походу, и все. Ну, мы с вами так играем за Тора, нам нужно проходить по вот этой вот площадке, поэтому быстренько сюда мы с вами давайте попробуем пройти. Разбиваем вот эти вот блоки, и сейчас переходим ко второй локации. Здесь давайте мы с вами сыграем за Человека-паука, нам нужно будет выбирать все атрибутики Человека-паука, и пройти по дорожке, где нужно будет лазить. Это посрединке, видите, тут у нас тоже есть несколько площадочек. Сейчас мой Человек-паук эти площадочки поубирает, и мы с вами переходим к следующей локации. Ну, вот здесь давайте поиграем за Фризмана, нам нужно будет пройти по водичке, он, скорее всего, что эту водичку заморозит, и потом мы по ней с вами просто-напросто пробежимся. Сейчас я побольше тоже атрибутиков соберу этого Фризмана, ну вот, в принципе, 7 штучек есть, и этого, наверное, хватит. Сейчас он заморозит полностью вот эту вот, ребятки, дорожку, и мы с вами в очередной раз встретимся с Таносом. На этот раз нам нужно будет, опять же, покликать по экранчику, и сейчас отправить его подальше. Ребятки, мы с вами еще дальше его забросили, и этот уровень тоже прошли. Следующая игрушка у нас с вами будет уже ДНК Эволюшн, и мы прошли 5 уровней в предыдущий раз. У нас открыто несколько героев, это вот этот вот первый чувачок, и вот у нас открыта уже Акулка. Мы с вами выбираем давайте Акулку, и также открыто несколько элементов. Как раз-таки с помощью этих элементов мы и будем создавать нашего суперкрутого босса. Для начала также прокачаем немножко параметры, отлично, ну и погнали. Нам нужно будет подбирать вот эту вот заморозку и электричество, после чего наш герой полностью восстановится, и мы с вами в конце должны будем за такого морозного, наэлектризованного чувачка победить какого-нибудь босса. Тут периодически боссы повторяются, и в предыдущий раз я сражался с здоровенным Шрелдером. А на этот раз, ребят, у нас будет Танос. Нам нужно будет уничтожить Таноса, поэтому кликаем вот так вот быстренько по экранчику, и все. Да, мы с вами его победили, довольно-таки все быстро произошло. У нас открыт еще один новый герой, Танос как раз-таки, но для того, чтобы его получить, мне нужно смотреть рекламу. Рекламу я посмотрю, но уже, ребятки, в следующий раз. Но пока что просто собираем денежки, и давайте попытаемся еще какой-нибудь хотя бы один-два элементика пооткрывать. А, у нас еще шапки, смотрите, с вами, получается, открылись. Да, эта игрушка, кстати, обновилась, и я еще играл когда-то давно на планшете в эту игру, то там шапок не было у супергероев, а здесь вот появились уже шапки. К примеру, в этот раз у нас такая вот прикольная какая-то корона викинга. Ну, а элементы мы с вами должны будем подбирать камень, и у нас будет вот такой вот прикольный каменный монстр, каменный герой, который должен будет победить на этот раз электризованного Таноса. Опять же, кликаем по экранчику, у нас параметры неплохо прокачаны, и мы с вами в очередной раз побеждаем. Еще где-то один-два уровня, и у нас опять открывается новый элемент. Давайте мы с вами прокачаем еще немножечко параметры, и попробуем как раз-таки, ребятки, этот элемент уже открыть. Нам нужно в этот раз подбирать огонь и электричество. Кстати, если, ребят, мы с вами подберем все, весь огонь, то есть мы с вами нашего героя сделаем полностью из огня, то он должен будет лететь. Сейчас я постараюсь это сделать, но, наверное, у меня просто не хватит блоков огня, поэтому придется подбирать электричество тоже. Если бы у нас тут был один огонь, то этот чувачок, это наша акулка, она бы просто-напросто летела, и мы бы с вами долетели до этого ледяного чувака, и уничтожили бы его тоже 100%. Ну что ж, как я и сказал, у нас открыт уже новый элемент, и это получается шторм. Ну, скорее всего, что элемент воздуха. Ну, а в целом у нас уже открыто раз, два, три, четыре, пять элементиков. Ладненько, ребятки, давайте как раз-таки еще один уровень пройдем. Вот этот вот элемент шторм опробуем. Кстати, это тоже обновленный элемент после обновления данной игрушки. И заценим, как себя будет этот герой вести после того, когда мы его с вами создадим полностью из шторма. Ну, пока неплохо, он получается просто таким каким-то становится более прозрачным, да? Вроде как ветер, или не ветер, наверное, это ветер и вода, и получается шторм, поэтому у него такой голубоватый оттенок у нашей акулки. Ну что же, в этот раз мы с вами опять победили, и уровень девятый у нас тоже пройден. Следующая игрушка у нас с вами будет уже зуба, и мы тут с вами продолжаем зарабатывать кубки, и продолжаем зарабатывать сундучки. Мы с вами, наверное, сегодня поиграем за Брюса, поэтому как раз-таки Брюса я и выбираю. Можно, кстати, еще награду собрать, тут немножко нам уже монеток с вами накапало, это неплохо. И пару очков силы мы с вами добавили нашему Брюсу, можно будет со временем его апнуть на еще один уровень. Так, хорошо, теперь выбираем мы с вами, давайте команда дуэт, этот режимчик, и погнали в бой. Сейчас нам должны будут собрать команду, один у меня будет союзник, и мы с ним вдвоем будем сражаться против всех остальных. Надеюсь, у нас получится затащить, и надеюсь, что мы здесь с ним выиграем. Я играю вместе с Нексиком, но, к сожалению, у меня вообще нету никакого оружия, нужно хотя бы это копье подобрать. Давайте мы этим копьем попробуем вот этого чувака еще зарядить. Отлично, вот у нас есть возможность подобрать новое оружие, есть возможность взять хотя бы одну аптечку. Отлично, у нас довольно-таки неплохая команда, единственное, ребятки, что у меня пока что не хватает гранаты. Если была бы, конечно же, граната, было бы поинтереснее тут играть, а так у меня нету гранаты, я не могу, ребятки, эту гранату получить, потому что, к сожалению, к сожалению, день рождения только раз в году, потому что, к сожалению, ребятки, тут ее нету. Тут есть много боссов, которых мой сейчас союзничек пытается вынести. Кстати, ребят, мы с вами сейчас, наверное, можем гранатку как раз-таки одну подобрать, если у нас тут возможность эту гранатку подобрать, давайте я ее подберу. И теперь у меня уже полностью весь бой и комплект готов. Копье, граната и ружье у меня есть, и даже у меня есть две аптечки, правда, мой союзничек, ребятки, куда-то свалил. Что-то он не хочет вместе со мной тусить, пошел он сам там разбираться на разборке. Не знаю, получится у него это сделать или же нет, но мы с вами, тем не менее, сейчас кого-нибудь дококнем, надеюсь. Так, быстренько отходим. Наш молли, ну не наш, а вражеский молли, которого мы немножко с вами покоцали. Сейчас мы с вами попробуем новую гранату тогда подобрать. Сейчас эта гранатка у нас, ребят, будет уже серебряная, и оружие у нас стало чуть-чуточку получше. Погнали дальше искать наших потенциальных жертв. Этот, короче, Брюс очень крутой, конечно, персонаж, ребят, но мне не нравится в нем то, что он очень медленный. Я все-таки люблю играть за быстрых, чуваков, поэтому мне нужно было, наверное, все-таки выбирать Никса. А я, к сожалению, выбрал Брюса, и теперь мы с вами будем вот так вот долго передвигаться по карте, пока не откроем какого-нибудь нового перца. Но, тем не менее, пока у нас силы, в принципе, силушки богатырской хватает, и мы с вами сейчас практически еще одну команду уничтожили. Так, быстренько сейчас я, ребятки, еще, наверное, завалю одного. Отлично, вот я завалил еще одного соперника, а тут мы с вами попробуем еще одного Никсика тоже завалить. Одного союзничка я спас, в принципе. Сейчас мы, наверное, еще этого Никса все-таки ударим. И нет, он отбежал, не хочет он с нами, ребят, сражаться, но мы с вами, тем не менее, наверное, сейчас еще одну аптечку-то соберем. Полностью восстанавливаем наше здоровье. Так, наш союзник что там делает? Надеюсь, что он сейчас не погибнет. О, вот она, ребятки, эта аптечка, которую мне нужно было подобрать. Я ее подобрал, и нет, вражеский Никс, наверное, все-таки, ребятки, нашего заколотил, как ни крути. Или не заколотил? Где это наш союзник-то тусит? Да, ребятки, он ранен, и сейчас нужно его быстро восстанавливать. Давайте мы, ребятки, сейчас быстренько-быстренько восстановим, и сейчас попробуем еще одного хотя бы вражеского. Нет, не получилось, друзья, я пытался спасти своего союзника, и, к сожалению, там два чувака меня завалили. Я взял всего-то навсего седьмое место. Я думаю, ребятки, что если бы я не спасал своего собрата, то, возможно, бы взял повыше место, а так пока что только седьмое. Ну, ладненько, ребятки, пока тоже неплохо. Следующая наша игра, в которую мы с вами продолжим играть, у нас будет Бэтланд Бравл. Здесь, друзья, я ничего менять не буду. У меня есть вот такие вот бойцы, за которых мы и попробуем провести с вами сражение. Выбираем мы с вами битва, и сейчас нам подберут наших противников. Мы с вами вот этими вот воинами должны будем этого противника уничтожить. Тут, кто разрушает первым три замка врага, тот и побеждает. У нас тут будет по три замка, по три вышки, и нам нужно будет каждую эту вышечку разрушить. Ну, а противнику нужно будет разрушить нашу вышечку. Так, давайте подождем, пока у нас тут энергия накопится. И можно будет нам запустить, к примеру, давайте мы, наверное, с вами вот этого дрончика запустим. И также запустим еще бандитку. Сейчас мы с вами постараемся нанести побольше повреждения. Отлично, наш дрончик нанес нужное количество повреждений. Наша бандитка нанесла нужное количество повреждений. И, возможно, сейчас наш кузнечище еще частично ударит по вражеским вышкам. Кстати, и мою вышку тоже немножечко все-таки, но покоцали противнички. Так, давайте мы сейчас с вами это вот врага немножко отодвинем. Отлично, мы с вами, можно сказать, что две вышки врага уничтожили. Ну, а враг пока что у нас всего-то на всего одну вышечку пока вынес. Давайте мы с вами еще дрончика запустим. Ну, а здесь нам с вами можно будет запустить обратно же бандитку. Для того, чтобы она хотя бы немножечко, но все-таки останавливала вражеские силы. Так, ну что там, нанесем повреждение какое-то? Ой, ребятки, сейчас, наверное, по мне все-таки нанесут. Отлично, я хоть и выбрал бандитку, но тут, ребятки, уже бомбочка врага, видите, тусит. Это довольно-таки плохо. Ну, давайте мы сейчас с вами попробуем вражеского этого чувака. Нет, вражеского чувака мы с вами вражеского вот этого кузнечища мы с вами не сумели отбросить. Но зато, ребятки, у меня тут была возможность и получилось еще нанести частично урона для того, чтобы вынести еще одну вражескую вышку. Ну что же, мы с вами у врага уже, можно сказать, что две вышки вынесли. Враг пока что нашу ни одну еще не тронул. И вот в конце, ребятки, мы третью вышку тоже разрушаем. 3-0. Чистейшая наша с вами победа. Ну, а теперь давайте поиграем уже в следующую игру. Это у нас будет Локи Крафт 5. Мы с вами продолжаем наше выживание в игрушке под названием Локи Крафт 5. И в предыдущий раз мы с вами, по-моему, переехали в наш супер защищенный домик. Все вещи, которые у меня были, я наконец-таки сюда уже поперетащил. И вот у нас довольно-таки уютненько. Хоть и по-нобовскому, потому что домик из земли, но тем не менее, ребятки, он защищенный. Никакие мобы меня тут не достанут. Ладно, что сегодня будем делать? Я хочу, ребятки, сделать заборчик и хочу уже сделать полноценный вольер для нашего с вами мишки. Кто не знает, я ранее поймал несколько мишек и у меня остался пока что один-единственный мишка. Я хочу ему сделать нормальный вольер, нормальный заборчик для того, чтобы он чуть-чуточку уже больше передвигался. И, возможно, мы с вами его бы, ну, подкармливали, наверное, что ли, потому что он там сидит в вольере и ничего не ест. Берем мы с вами немножечко ресурсов и теперь с помощью верстака давайте мы с вами сделаем одну очень прикольную штуку. Во-первых, разочнем немножечко палочек побольше. Теперь мы с вами можем сделать, наконец-таки, себе заборчик. Сейчас, ребятки, где этот заборчик? Вот этот заборчик. Мы с вами можем сделать забор из дуба. И нам нужно будет сделать, давайте сделаем ворота из березы. Ну, наверное, этого все-таки будет маловато. У нас древесинки что, больше нету, что ли? Нам нужно будет, ребятки, еще, наверное, с вами древесинки немножечко натарить, потому что той древесинки, та древесинка, которая у меня есть, ей не хватает. Тут у нас все, да, мы тут с вами всю пособирали древесинку, разве что может в печках что-то быть, давайте мы сейчас проверим. Не, ребят, наверное, нету ничего, я, получается, что всю древесинку уже пособирал. Ладно, мы с вами, ну, если не получится сделать полноценный вольерчик, в следующий раз его достроим, а пока что хотя бы начнем его строить. Вот там вот у меня тусит мишка мой, косолапый. Сейчас я вам его покажу, кто не знает. Нет, белый мишка, белый полярный мишка тут есть, и вот я пока что, ребят, его еще не освободил. Вот он где, видите, вот белый полярный мишка, сюда, правда, еще барашка что-то упала, не знаю, зачем она сюда упала, но сама виновата. Нам нужно будет с вами сделать что-то наподобие вольерчика для того, чтобы он тут себе тусил и для того, чтобы он тут нормально передвигался. Поэтому нам нужно будет сделать заборчик, побольше вот этого заборчика, для того, чтобы, ребятки, его тут запереть. Давайте мы с вами сейчас, наверное, выберем всё-таки пару блоков вот этой вот землицы, где-то вот так вот, наверное, эта землица у нас пойдёт, и с этой стороны у нас тогда тоже пойдёт заборчик, ну, а тут вот у нас будет тогда блоки забора мы поставим, и у нас будет всё довольно-таки круто. С этой стороны мы с вами продлим этот заборчик, потом сделаем ворота, поставим здесь ворота, и можно будет нам с вами выходить-заходить, ну, а в этом вот вольерчике будет у нас тусить вот этот вот белый мишка, который, я надеюсь, будет со временем нас защищать. Хорошо, друзья, забора, как я сказал, мне не хватает, поэтому мне нужно будет затарить чуточку древесинки и продолжить постройку этого вот прикольного вольера. Ну, и это я буду сделать, скорее всего, что уже в следующий раз. Кому нравится игрушка Локи Крафт 5, пускай поставит лайк. Следующая наша игра уже называется Боумастерс. В данной игрушке у нас с вами открыто уже очень много прикольных крутых скинчиков, самый последний скинчик это скин Деда Мороза, который мы открыли за, по-моему, 7 или 6 тысяч голды в прошлый раз. Давайте, ребят, сегодня мы как раз из этого Деда Мороза немножечко и поиграем, выбираем тогда его, нажимаем play, и тут нам будут подбирать противника, которого нам нужно будет уничтожить. Это вот такая вот девушка с научниками, по-моему, какая-то, но мы с вами играем за Деда Мороза, поэтому должны бросать снежку. Итак, девушка находится на расстоянии 49 метров, нам с вами нужно выбрать power 100, это сила 100, то есть максимальный урон, а угол можно взять чуть-чуточку поменьше. Давайте выберем угол 14. Интересно, попадем? Нет? Нет, угол 14 многовато, значит, нужно выбирать где-то угол 12-13 для того, чтобы попасть в эту девушку. Ну, давайте мы во второй раз уже возьмем угол, наверное, все-таки 12 я возьму, посмотрим, и смотрите, мы с вами угадали, прям захедшотили этой девушке, прям в голову попали, и вот, пожалуйста, практически ее и уничтожили. Нам теперь нужно все то же самое повторить, опять 100 power 12 угол, и отправляем снежку, еще разочек ее хедшотим, и теперь все, ее нужно теперь только, ребятки, добить. Вот таким вот образом мы с вами за нашего Деда Мороза, в принципе, одержали первую чистейшую победу. Очень, кстати, крутой скинчик, у меня много прикольных скинов, но за Деда Мороза пока что мне нравится играть больше всего. Ну, он тут, правда, называется Санта Клаус, а не Дед Мороз, но от этого особо ничего не меняется. Итак, ребят, хорошо, давайте, наверное, мы с вами выберем нового все-таки героя, не будем постоянно играть за нашего Дедушку Мороза, давайте поиграем за кого-то другого, тем более у нас тут есть еще несколько перцев, за которые можно и поиграть. Так, мы с вами в предыдущий раз уже открывали Доктора, а, Гамбит, по-моему, у меня тут есть открыт, давайте мы с вами сыграем за Гамбита, он бросает карты, вот, кстати, этот чувак, Гамбит, давайте мы с вами нажимаем play и сыграем еще хотя бы разочек за него. Дед Мороз у нас бросал снежинку, Гамбит у нас бросает карты, но сражаемся в этот раз мы с вами с Грутом, прикольно. Итак, расстояние 34 метра, значит, power опять же 100, ну, а угол давайте мы с вами выберем, ну, давайте выберем 17, мне кажется, 17, даже 16, чтобы точно попасть. Угол 16 и по ногам мы ему с вами нормально, в принципе, ударили, но, правда, это был не хедшотик, нужно, значит, нам чуть-чуточку побольше угол брать. А он захедшотил, ребят, ничего себе, Грут, получается, с первого раза попал мне в голову. Хорошо, значит, мы с вами, ребятки, сейчас должны тоже постараться тоже в него попасть, угол 21 я выбрал, ну, не в голову, в туловище мы ему с вами попали. Если он сейчас еще разочек хедшотит, то нам трындец, а он не хедшотит, он по ногам ударил, поэтому мы с вами, в принципе, спаслись. Значит, еще разочек, давайте мы с вами попробуем забросить карту, на этот раз угол давайте возьмем 22, чтобы повыше уже стрелять. И в этот раз мы его уже захедшотили, ребятки, и, получается, мы его с вами уничтожили. Нам нужно сейчас его еще добить, еще разочек мы с вами выбираем угол 22, опускаем эту карту, трифовую, и вуаля, этого Грута мы с вами подожгли. Вот, пожалуйста, сыграли за Гамбита и сыграли за Деда Мороза сегодня, два раза победили, два раза у нас тут даже получилось сделать фаталити. Эта игрушка была у нас Боумастерс. Следующая наша игра называется уже Крафт Вегас. В данной игре мы с вами продолжаем наше выживание, и в предыдущий раз, когда мы тут играли, получилась довольно-таки каверзная ситуация. Я собирал ресурсы, и возле меня взорвался крипак, он меня уничтожил, все те ресурсы, которые у меня были, видите, они потеряны. Ну, а у меня тут есть печка, две штучки, верстак, есть кроватка и есть сундучок. В сундучке у меня есть немножечко еды, но это все-все ресурсы, которые я схоронил. Все остальное, ребятки, потеряно, поэтому нам нужно опять заново начинать подбирать ресурсы, ну и самое основное, что нужно будет раздобыть, это, конечно же, древесинки. Как ни крути, ребятки, а без древесинки выживаний вообще никак. Благо, что у нас тут растет несколько деревьев, которых мы с вами посадили в предыдущих тоже сериях. Сейчас я хотя бы одно дерево попробую сбить, а возможно даже два дерева мы с вами собьем, и сделаем уже деревянные инструменты. С помощью деревянных инструментов можно будет затарить камня, булыжника, и потом уже с помощью булыжника можно будет делать каменные инструменты, и, соответственно, можно будет уже собирать, ну, все, что хочешь, в принципе. Деревянными инструментами все довольно-таки плохо собирается, поэтому нужно именно каменные инструменты, но, к сожалению, к примеру, без каменной кирки мы с вами ничего не сможем добыть. Поэтому для начала затаримся вот этой вот древесинкой побольше, сейчас я несколько блоков все-таки соберу, а вся вот эта вот листва, когда посыпается, тут у нас будут вот такие вот прикольные саженцы. И мы с вами эти саженцы заново тут вот понасаживаем, для того, чтобы у нас росли новые деревья. Потом, когда наша древесинка закончится, эти деревья поврастают, и мы с вами опять будем иметь столько древесинки, сколько захотим. 9 блоков пока что у меня есть, этого, конечно, не хватит для начала, но хотя бы что-то. Значит, мы с вами сейчас разочтем, наверное, немножечко досок, потом мы с вами разочтем побольше все-таки палочек, сделаем себе каменную кирку, и все, больше ничего каменного, ой, деревянную кирку, и больше ничего деревянного мы с вами делать не будем. Потом отправимся с этой киркой за булыжником, добудем булыжника, и после того, когда у нас уже будет много-много булыжника, можно будет сделать каменные вещи, и потом опять отправляться на поиски приключений. Эта игрушка у нас была, ребятки, Крафт Вегас, и мы с вами в следующий раз продолжим тут играть. Ну, и самая последняя игра, это будет Among Us. Все прикольные цвета, ребят, поразбирали, и мне получилось выбрать только вот такой вот какой-то серо-коричневый цвет. Мы с вами играем за мирного космонавта, нужно будет вычислить тут импостеров, и если мы быстренько их вычислим, то это будет означать, что мы с вами выиграем. Если эти импостеры начнут уже гасить наших союзничков, то будет тренгец, потому что не со временем, могут всех, короче, уничтожить, и мы с вами погибнем. Так, давайте посмотрим, есть ли у кого-то скан, по-моему, синий хотел сканиться, но кто-то у нас нажал на кнопочку рупора, это был хитом, желтенький, он оповестил о том, что нашел труп. Смотрите, уже пятерых нету, представляете, игра только началась, а нет уже пятерых. Итак, черный пишет, что это хитом, а, ребятки, скорее всего, что сейчас будет перепалочка между желтым и между черным. Скорее всего, что черный будет писать, что желтый импостер, а желтый будет писать сейчас, что импостер черный. Ну, давайте, наверное, ребятки, мы с вами проголосуем все-таки против черного, потому что на рупорта нажал желтый, поэтому очень большая вероятность, что это черный врет. Итак, много голосов как раз-таки против черного, практически все проголосовали против него. Черного выкидывают, и он оказался, и он не был предателем, ребятки, значит, у нас желтый. Значит, импостер как раз-таки вот этот вот желтый хитом, потому что он, ребят, наверное, соврал. Что-то эта кнопочка, ребятки, не работает, нужно немножечко, наверное, все-таки здесь пробежаться. Ладно, давайте побежим по кораблю, возможно, что-то где-то дообнаружим. О, обнаружили опять новый труп, и это сделал Зелёный. Ну, скорее всего, ребятки, что у нас импостер, это вот этот вот хитом, это Жёлтый, потому что в предыдущий раз он сказал, что Чёрный импостер, а Чёрный импостером не был. Значит, а Зелёный пишет, что это Вера, что это вот эта вот девочка Вера, импостер. А Жёлтый пишет, что да, кто-кто, типа я вызываю подозрения. Давайте, наверное, мы с вами проголосуем всё-таки против Жёлтого, потому что в предыдущий раз... Два голоса против меня и два голоса против Веры. Ничегошеньки себе, меня чуть только что не выкинули. Это было очень-очень обидно, ребят, потому что я не импостер. Это трындец, просто трындец. Если сейчас меня выкинут, то мне будет хана, друзья. Надеюсь, против меня не... А-а-а, это Жёлтый, ребятки, это Зелёный. Зелёный, срочно нужно нажать на кнопочку. Быстренько на кнопочку нажимаем и говорим, что это был Зелёный. Ё-моё, я, наверное, сейчас не успею нажать на кнопочку, потому что этот Зелёный меня может скоммуниздить. Да что ж ты будешь делать? Я знаю, что импостер Зелёный, он в люк залез. Ребятки, он залез в люк, но как мне репортнуть об этом? Так, ребятки, репортим. И пишем, что импостер у нас Зелёный. Так, быстренько, как у Зелёного скин. Лоу, да? Да, давайте мы сейчас с вами напишем, что это вот этот вот чувачок. Это у нас импостер. Если хотя бы ещё два голоса наберутся, или хотя бы ещё один голос против вот этого Зелёного наберутся, то мы, возможно, и выкинем его. И тогда тут у нас останется один-единственный импостер. Но Зелёный 100% импостер, я вот думаю, что Зелёный и Жёлтый, это два импостера. Так, четыре голоса как раз-таки против Зелёного. Мне поверили, ребята. Выкидываем Зелёного. И Зелёный у нас импостер. Да, он был одним из предателей, ребятки. Он один из предателей. И ещё один тут остался. Но вот кто, пока непонятно. Пока не видно. Я думаю, что как раз-таки Жёлтенький, да? Потому что он хотел в предыдущий раз выкинуть меня. А в самый первый раз он выкинул Чёрного. Ну, а Чёрный был, как оказывается, Мирным. Так, ребятки, по ходу Победы импостер вышел. Ребята, наверное, импостер был Зелёный, потому что, видите... Ой, говорю Зелёный. Импостер был, наверное, Жёлтый, потому что Жёлтый вышел. Остался я и Синий. Значит, остались два Мирных Космонавта и Мирным Космонавтом засчитали победу. Вот такая вот прикольная получилась у нас игра. Ребят, сегодня поиграли 8 прикольных игрушек. Если нравится вам, ставьте лайк. Также обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами был Алл Плей. Всем удачки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok